Привет! Это мое второе видео и оно про носки. Что случилось? Мне захотелось немножко связать носков. Сначала я попробовала спицами, ну спицами конечно было классно, долго, но классно. Потом у меня оставалось еще два матка пряжи. Я уже хотела ее отдать, но жадность, жадность сказала вяжи на машинке, не отдавай. Ну в общем пришлось вязать все-таки носки на машинке и я немножко расскажу о том, как их вязать на машинке. Это просто, это быстро, всем рекомендую. Есть конечно один минус, но о нем позднее. Что за пряжа? Пряжа это Alize Rio Angora 40. Это полушерсть, она такая мохнатенькая, там примерно 450 метров в 100 граммах. Не рекомендую на ней вязать на машинке, это жесть. У меня, потому что она волосатенькая, с нее сыпалась во время вязания, у меня вся машинка была в этих борсинках, снизу все было в этих ковне. В общем не вяжите из этой пряжи на вязательной машине. Возьмите нормальную пряжу и из этой вяжите руками. Как вязать? Плотность 7 плюс, ну то есть 7 и там еще одно деление, плюс одно деление. Так, сейчас я расскажу, скажу как вязать. Я пробовала начинать с низу, с мыска. Это не очень удобно, потому что потом приходится, ну вот сверху у меня подгиб, и подгиб приходится потом пришивать, так что лучше сразу начинать сверху и потом заканчивать. Проще, меньше шов, это значит лучше. Сшивается швом петля в петлю мосок и потом по длине. Снаружи у нас есть шовчик, на ноге он не чувствуется, внешне он практически не виден, хотя что есть у себя виден он, все видят шов. Вот, но зато такие все петельки ровненькие, классные, аккуратные. Ну в общем не знаю, шов минус, внешний вид плюс, простота, быстрота, плюс, шов минус, сраный шов. Ну ладно, не так все плохо, на ноге он действительно не чувствуется, зато просто вот взял и связал. Как вы могли заметить пятка или не заметить пятка бумерангов? Собственно, что, как я до этой жизни дошла? Сначала я вязала носки по мастер-классу Ани Павловой спицами, такие они уже бывшие в употреблении, видавшие виды, ношенные целых два раза и стиранные два раза. А эти такие ноги, такие красивые, не ношенные ни разу, даже не стиранные некоторые из них. Так, что я говорила? Я забыла. А, ну вот, я связала спицами, поняла всю логику и решила, что на машинке это вообще быстро просто должно быть. Не буду я ничего смотреть, искать, как вязать. Должна сама сообразить, тем более у меня там какие-то минимальные знания уже были по частичному вязанию, и там детских каких-то, и, ну, и барежек тоже я детские пробовала, царапки. А, и такая, думаю, ну, свяжу сама. Ну, связала сама, нормально связала, всё правильно вроде как. С расчётами я не знаю, конечно, что я там намудрила. Я пробовала несколько размеров, 38-й, 37-й и 35-й. А, ну, ещё детские. 38-й. Ну, короче, ещё никто ничего не мерит. Вот этот 38-й вообще не знаю. Я не представляю, как он выглядит на 38-го размера. Если примерят, я расскажу. 37-й у меня получился немного косячный, потому что он по длине нормальный, а по ширине он, ну, пусковат всё-таки, стоило побольше делать. В следующий раз делаю повыше. Как вяжется. Сверху у нас подгиб для... Так... Я буду рассказывать для 37-го размера. Наверное, он более ходовой всё-таки. Значит, 40... Ой, попал. 50 игл в работе примерно. А, это мой недоразмер. Значит, побольше. Нужно взять 54. Блин, я реально не могу разобраться в своих расчётах. Короче, здесь три размера и детские носки я вообще не понимаю. Уже что тут было? Надо записать, пока хоть что-то можно восстановить. В общем, игл 56, пускай будет. 54 даже. В работе. Ну, рядов 5 на временную нить. Ещё один ряд катушечной нитью. Дальше всё. Основной нитью вяжем подгиб. 11 рядов. У меня такой небольшой подгиб. 11 рядов. Дальше увеличиваем плотность на 1, то есть у нас получается 8+. Вяжем один ряд для перегиба. Потом снова уменьшаем плотность на исходную. Вяжем ещё 11 рядов. Навешиваем петли, которые были в начале, да, открытые они у нас. Ну, открытые на временном наборе. Прям так навешиваем на иглы. Провязываем на плотности плюс 2 ещё. То есть это 9+. Один ряд. Дальше возвращаем плотность на исходную. И вяжем верхнюю часть до пятки. У меня это, ну, где-то 40 рядов. Ну, так вот чуть-чуть провязали. Можно вытянуть кордовую нить, убрать её временную. Чтобы сразу всё красивенько смотрелось. Вязали до пятки 40 рядов. Дальше пятка. Пятка у нас частично в вязании. У меня она такая остренькая немножко вышла. Убавлять, ну, примерно до 9, 8, 7 петелек нужно. Убавлять, то есть убирать в нерабочее положение по одной игле с противоположной стороны от каретки. И не забывать оборачивать о соседнюю иглу в нерабочем положении нить, чтобы не было дырочек. Дырочек так не будет. Всё меньше ли до минимального. И я так и не поняла чудеса этого частичного вязания, с какой стороны оказывается каретка. Ну, в общем, пока что я выработала для себя, что нужно на минимальном количестве петель пятки ещё один ряд провязать. Тогда каретка будет с нужной стороны. Непроверенная информация, но вроде так. В общем, дальше мы возвращаем иглы в работу по одной с противоположной стороны. Также не забывая оборачивать вокруг соседней иглы в нерабочем положении нить. Вернули все иглы в работу. Всё, вяжем снова целиком стопу. Стопа, ну, где-то 50-60 рядов. В зависимости от длины. Ну, на самом деле, надо считать, сколько там у вас плотности. Сколько у вас рядов нужно на длину стопы и, соответственно, в зависимости от величины мыска, да, и пятки, вы поймёте. Ну, что я вас учу вязать носки, короче. Не так умеет, а я не умею. Провязали стопу, вяжем мысок точно так же, как пятку. Убавляем до, там, 7-8-9 и прибавляем. Всё, прибавили. Каретка у нас получается так, что нить посередине. Кстати, обратите внимание, мысок и пятка с разных сторон, это важно. Почему важно? Потому что потом мы будем сшивать мысок швом петля в петлю. Нужно, чтобы он снизу оказался. Ну, может быть, у вас, конечно, идеальный швом петля в петлю. У меня не очень идеальный. То есть... Ну, нет, ну, я его вижу, конечно, потому что я знаю. Ну, может, идеальный. Ладно, идеальный. Но всё равно пусть будет снизу. А то, мало ли что, не так пойдёт. Короче, закончили вязать. У нас каретка посерединке. Рекомендую провязать ещё один ряд. Всё в обратную сторону, чтобы у нас нить была здесь. Зачем? Ну, чтобы нить запомнила положение своё. Я уже сам наглотала с этой шерстью, как вообще успела. Чтобы ниточка запомнила своё положение. Чтобы легче было потом сшивать. Ну, сразу она будет ложиться как надо. Дальше отпариваем. Распускаем этот провязанный рядочек. Сшиваем мысок. Мысок сшит. Сшиваем в боковой шов. И получается носочек. Всё. Можно стирать, носить, дарить. Что угодно делать. Что у меня в итоге получилось по расходу? Руками. Руками. Руками я связала из 100 грамм. Моток 100 грамм. Женские носки 36. Мужские. 42 по-моему. 6 пар кошачьих. Кошачьи, кстати, хорошо выглядят. Но, правда, коты их не носят. Они только в них фотографируются. Иногда. Так, значит, 6 пар кошачьих. И ещё вот у меня на пяточку для детских осталось. Детские, кстати, вышли такие клоунские. Потому что мне очень хотелось связать детские. У меня вообще всё закончилось. Но мне нужно было в комплект, так сказать, ещё детские. Поэтому, ну, вот как смогла, так и вышла из положения. У меня такие весёлые носочки выкли глаз. Немножко вышли. Так, это ручные. А на машинке получилось красненький 38 размер. 37, нет, 37. И вот буквально на носочек осталось. Причём я как-то, видимо, неверно рассчитала, сколько у меня будет. Ну, насколько мне хватит ниточки. И всё, мне аж пришлось, чтобы сшить лишний ряд распустить. Который, по идее, не надо было распускать. Но лучше распустить ряд, чем распустить носок и второй носок. И связать заново. Это для слабаков. Так, и жёлтые носочки получился 38. 38, 35. И верхняя часть детского носочка. И ещё чуточку там осталось. Короче, носки на машинке, это очень просто. Буквально там полчаса максимум один носок. За час два носка. Потом можно сшить. Ну и всё. Если там срочно нужен подарок, идёшь в гости и нужен подарок. Просто садишься. Там мужу всё настроил. А он пока кареткой шик-шик-шик-шик. Ты там глаза накрасила. Привела себя в порядок. Быстренько пяточку сделала. Дальше мужа посадила. Он тебе шик-шик-шик-шик в стопу. Ты там тушью второй глаз накрасила. Села, носок сделала. Ну и всё, пока едете, можно сшить и дарить. Не стирано, конечно, будет. Но это же у нас экстренный случай всё-таки. Ну ладно, это лирическое отступление было. Я на самом деле так не делаю и не советую. Всё, пока.